Здорово! Сегодня решу сходить опять на гору Сокол. Пока что хожу по окрестностям судакам, потому что погода сегодня хорошая, а на самом деле она почти каждый день не очень. Ехать куда-то далеко хочется, но погода не позволяет. Хотелось бы. Вчера ездил в Симферополь, просто прокатился. Не, надо было телефон взять новый. Вот сейчас как раз на него снимаю, потому что и старый сломался. Так вот, пришлось. Вот и в связи с тем, что погода плохая, хожу пока по окрестностям, благо тут есть где походить тоже. Сегодня ветрище, поэтому скорее всего просто снимать. Какую-нибудь фонную музыку подложу, просто виды поснимаю. Ну, если где-то не будет ветра, то и по беседам. Начал подъем. Вот на этой горе я был в прошлые выходные. Есть видео, смотрим, впечатляемся. Виды оттуда потрясающие. Она хоть и не высокая, но там прям живописно очень. Спускался он к той постройке. Мне уже в комментах написали, что это такое. Сейчас не буду говорить, потому что забыл. Просто зайдите и посмотрите сами. Что-то с водолазами, короче, связано. Опять же новый свет. Ну и вот Сокол гора. Туда пошел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ветер вообще нереальный сегодня какой-то. Очень сильный. Иду, руки аж замерзли. Как будто у нас зимой в Кирове. Перчатки с собой благо взял. Поэтому уже неплохо. Солнышко себе. Вот это очень радо. Потому что единственный день в неделе вот солнечный попался. Ну, где-то на неделе еще был. Я, кстати, искупаться успел в этот день. Сегодня из-за лютого такого ветра, наверное, и купаться-то стрёмно. Не знаю, к вечеру ближе посмотрим. Сегодня вообще куда отведу. В планах он на Сокол, уже говорил, сходить. Но вообще в планах сегодня сходить на Сокол подняться. Это вот туда. Туда вот. А потом спуститься и судак еще... Ой, судак, говорит. Новый свет уйти. Тут уже на автобусе уехать. Судак. Борода спасает, ребята. От ветра. Теплее гораздо. Да. Ладно, пошел дальше. Так, ну не смог я. Не смог не остановиться и не поснимать такую красоту по пути. Ой, шикарно, ребята. Вот. День как получился сегодня. Хороший сколь. Кругом зелень. Можжевельник растет. И гора Сокол на горизонте. Синее небо. Солнышко. Там море по блеске. Вот вообще шикардос. Ух. Так, и... Да, все так. Уже поснимаю по ходу. Снимал на таймлапсе, чтобы побыстрее показать вам, в принципе, как я иду. Но ускоренно. Вот, смотрите, кактусы. Опа. Не знаю, видно. Вот. Но хочется и просто пройтись, не спеша. Показать вам, насколько тут красиво. Это вот после рабочей недели, когда я в основном сижу и лежу, когда работаю с ноутбуком. Так, дальше куда? Очень замечательно выйти вот так вот в выходной квадро на природу. Просто проходиться на неделю вперед. Так. Здесь где-то крутые места были, такой. Пригорочек скальный. С которого тоже виды шикарные. Сейчас на него поднимусь. Но там, скорее всего, ветрище. Сейчас в одном месте. Сейчас покажу, откуда. Сейчас, сейчас. Слова паразиты. Как-то бы от этого избавиться. Так, вон. Вот когда туда сейчас дошел. Вот сюда. Там вообще такой ветер нереальный. Просто руки мерзнут. Сильно. Нравится в этом телефоне то, что приближать можно. И стабилизация хорошая. Ну, относительно. Хорошая для телефона, так скажем. Вот. Схожу туда наверх. Потом спущусь. И вот там есть тропка. Уже в новый свет. Я по ней ходил. Но с той стороны. Снова света в судак. Там он вдалеке. Чертов палец называется. Скала торчит вон. Как-нибудь надо к ней тоже сходить. Там тропинка есть. Вон она там. Идет. Ну вот. Забрался. Вроде как будто и ветра здесь нет сильного. А это значит что? Что можно прекрасно поснимать и показать. Даже с голосом. Ура. Вот. Красиво, да? И я считаю, что да. Сейчас придется возвращаться обратно, потому что здесь не спуститься нигде. Даже уже не пойду. Может и пойду. Ноги мои крепкие, ребят. Сейчас по скалам падают. Как тарзан просто. И дыхалка тоже. Опля, опля, опля. И вот здесь у нас уже высоко падать. Вот такие штуки, ребята. Блин. Вообще. Очень люблю скалы. Вообще кайф. Вот такая вот поляночка у нас на пути встречаются. С такими вот постройками. Так вот. Мне туда. Вот и тропиночка. Вот по дороге такие места встречаются. Красивые тоже. И кучка камней лежит. Я не знаю, что это за прикол. Это камни складывают. Много раз видел. Может это тоже на камешек какой-то оставить. Ну-ка давайте найдем. Хоть маленький. Вот. Все, хуже других. И я так понимаю, чтобы не разрушить. Ой. Какой-то сказочный прямо вид. Роса еще такая на травке. Смотрится великолепно. Коряга такая. Вау. Вау. Так вот. Только наверх забраться. Да и все. Так. Ну прямо. Ну прямо не совсем еще зашел, но уже почти осталась фигня. Просто место такое классное. Опять попался на пути. Ветра вообще нет. Солнышко, тепло. Я даже куртку снял. И здесь, чтобы вы знали. Прямо обрыв вертикальный. Вот такой вот. Ух. Ничего себе. Вон новый свет. Сегодня такие камни скользкие. Думал, что и этот роса или конденсат какой-то. А это просто в тупую ини был. Который сейчас тает. Да-да. Здесь хоть и невысоко, но подморозило. Почти 500 метров напомню. Гора Сокол. Это самый большой в Европе коралловый риф. Вот такая инфа. Кому интересно. То есть, это не просто гора, а это дно океана. Раньше было. Миллион лет назад. Тучки. Тучки где-то за горами. Сюда не идут. Вчера была такая же штука. В Симферополь уехал с утра. Там пасмурно, туман. Просто весь день туман был. Такое гнетущее состояние он наводит. Угнетенное. Вот. А здесь приехал обратно. Здесь солнышко, но приехал поздно и сходить никуда не успел. Вот моя курточка лежит, сохнет. Кстати, сырой весь просто напрочь. Благо взял с собой сменную кофточку. На обратном пути я пойду где-то там. Вот тропинка идет. Сейчас покажу. Саму тропинку, возможно, не видно. но она вот там идет где-то и внизу где-то есть купель. Купель. Святой источник, в котором, возможно, я даже сегодня искупаюсь, если будет настроение. А сейчас остался последний рывок мне на вершину сокола. И вот здесь я уже говорил, что тихая погода, ветра нет, вообще солнышко. Идеально просто. А там, скорее всего, ветрище лютый. Сейчас покажу, как я разбираюсь туда на таймлапсе. В общем, пришлось без камеры залезать. Еще я даже не залез. Просто здесь очень круто. Вот смотрите, в горизонт выставлена камера. Такой наклон, а дальше еще круче. Плюс камни скользкие. И вот зато такая штучка у меня на пути встретилась. Дырочка такая в скале. Клево, да? Клево, я считаю. И буквально последние метры остались у меня до вершины, но не мог я не остановиться и не поснимать опять же эту красоту. ищущу. Вот так вот сделаю. О! Кстати, и здесь ветра почему-то нет. То ли он вообще стих сам по себе, то ли что. Я в каком-то месте, где не дует. Опять вам панорамный вид покажу. Облака такие четкие прям. Ну, давайте приблизим. Вот так вот. хорошо, что он сейчас приближает телефон у меня. Я прям радуюсь этому. Так, ну не так шибко, конечно. Ну, ладно. Я тот еще оператор, конечно. Сорян, но снимаю как бы для себя, поэтому вы это смотрите просто по пути. Красиво очень. удивительно, но здесь ветра нет. добрый день. Добрый день. вот и краешек ребята не здесь нету ветра сегодня это гостина шикарно сегодня вообще одну тут ветрище будет какое-то невообразимо, тут прям спокойненько, нет ветра, тепло, солнышко стоит, вон даже куртофан снял посушиться, насквозь сырая футболка, хотя не устал и даже не пил сегодня воды до самого верха, наверх забрался, попил водички, привыкаю потихонечку. Вообще виды вокруг изумительные, облака такие, я вот как раз на их уровне нахожу сейчас, четко, да. Кстати, ребята, сегодня 1 декабря, всех поздравляю с первым днем зимы, такая ли она у вас, как сейчас у меня. Сижу в футболке на вершине горы, солнышко светит, тепло, можно сказать, что загораю, блин, я такой зимы для себя вот еще не видал, зима для меня-то всегда снег и голодно, но мне нравится тоже наша зима в Кирове, ну и здесь мне тоже зима оказывается нравится, вот так, четко, ух, бородящийся в Россию, за зиму-то. Так, спускаемся потихонечку. Но я, кстати говоря, однажды вот так подскользнулся, тоже на сырых камнях, и на жопу очень неприятно приземлился, скажу я вам. С этих пор я стараюсь быть поаккуратней. Вид офигенный, вид просто на миллиард, на мой взгляд. Вот. Облака сюда так и не доходят, вот там толпятся такие, но здесь солнечно. Так, где-то тропинка вот там внизу. Ну вот, кто не в курсе, это я сейчас спустился с сокола, уже проходил здесь на подъеме, показывал. Вот эта кучка камней. Это будет вот вам ориентир, если в ту сторону по тропинке пойдете, и оттуда пришел, когда шел наверх, то пойдете в Судак. А вот тропинка пошла на Новый Свет через Святой Источник. Я сейчас пойду именно там. Я уже здесь ходил только со стороны Нового Света. Решил пробежаться тогда, типа спорт, типа бег по пересеченной местности. Я пробежал 30 метров и заткнулся за корягу, очень упал сильно, все локти разодрал. Так что будьте аккуратны, я к чему это все говорю. И еще немножко ускоримся. Вот такая вот поляночка на пути. Красивая, на мой взгляд, конечно. Не знаю, как вам. Тут даже говорить нечего. Ну, не знаю, что сказать. Все вы видите, все вы понимаете. Пойду здесь и посмотрим, что из этого получится. Тут на самом деле-то тропинок этих в разные стороны расходится довольно-таки много. Поэтому можно ушлепать не в ту сторону куда-нибудь. Ух ты, как грязно что-то. Ну, я говорю, тут, кстати говоря, эти дожди же были. Такие не ливни и даже как бы не дожди, а просто такой морок шел и влажность большая. А здесь в горах-то, скорее всего, еще и подмораживают по утрам, по ночам. А днем все это тает. Вот сейчас на горе-то камни из этого и сырые были. Голосатом слышно. Наверное, уже кто-то и купается, плещется в купельке. Вот только что я оттуда. Ой, какие краски вообще. Ой, синий получается. Чудо. Вот так еще могу. Ну, я явно никуда уж не встал, потому что я полчаса сейчас обхожу по низу гору сокол. Ну, поскольку здесь тоже никогда не хаживал, то решил пройтись. Так, все, тропа куда-то вниз пошла, а я бы не хотел вниз идти. Я бы хотел обойти. Ладно, короче, сейчас еще немножечко спущусь, посмотрю, что там куда идет. И чтобы далеко не уползать совсем, наверное, вернусь обратно, если заподозрил что-то не то. Напоминаю, сегодня 1 декабря, воскресенье 2024 год. Ух ты! Да ладно! Это новый свет. А я гуляю по тропочкам возле горы Сокол. Немножечко прибоя поснимаю специально для вас. Вот такой сегодня прибой. В новом свете. А это синее небо. Я вдруг понял, что дальше спускаться мне неохота. Потому что дорога вон уже рядом. Я еще хотел погулять. Поэтому возвращаюсь обратно. Где вообще этот источник? Тут все так рядом. К мостику вышел. В тот раз я его не проходил. Вообще где-то не здесь шел. Где-то речка должна быть. Вот купель тоже отхода. Бежит что? Мостик старинный. И спустимся к низу. Вот что. Посмотрим. Что там? Ой. Ой-ой-ой. Разобрался. Да. Экспозиции поменял. А то темно слишком было. Теперь хоть видно. Немножечко стало. Вот такой вот старинный мостик. Ребята. Давайте погулять, смотреть. Какая пышная. Пышная какая штука. Можжевельник колючий. На такую вот обзорную площадочку вышел. И по тропочке иду в сторону, видимо, нового света. Купель так и не нашел пока. Просто гуляем. Гуляем, смотрим. Короче, радуем вас. Вместе с вами. Как вам такие прогулки вообще? Напишите-ка. Если честно, для себя снимаю. Чтоб потом когда-нибудь посмотреть. Точно в тот раз не здесь шел. Но здесь тоже ничего. Красиво. Так. Видок хорош. Вот. Офу, судак, сыграет. Новосветская бухта. Чисто потом в ускоренном варианте показать всю эту, всю дорогу. Вот и снимаю. Потому что красоты такие. Красоты просто впечатляют. Вот камешек, можно посидеть. Там, видите, море, да, отсвечивает хорошо так. Гора Сокол. Я на ней только что был. Ура. Да. Ну, дальше пошли. Я думал, вот та тропинка, по которой я вначале пошел, она ведет вон туда. Там пик такой торчит. Ну, кстати, скорее всего, в любом случае, там есть какая-то тропа. Должна быть. Найду потом. Сегодня уже не успею все обойти. А. Прикол в том, что летом ходить жарко, тяжело, но длинный день. Там можно прямо уйти с утра и до ночи где-то шляться. Хотя нет, здесь тоже темно часов в 9-10. Уже темно. Зимой прям хорошо ходить, потому что прохладник. Очень комфортная температура. Даже вот солнышко светит. Тепло, хорошо, но не жарко. А летом просто невозможно. А зимой день короткий. Света от часов в 8. Так полноценно уже. Так-то раньше, конечно, что в 7 светает. Но темноть уже начинает. Опять солнышко садится. И темно уже получается. В 6 это точно темно. Пленка сейчас кончится. Где-то я не в том месте пошел. Источник я, скорее всего, так и не найду. Да, тут раз сто пудов не здесь шел. Потому что незнакомые такие места. Но красиво. Еще раз покажу. Блин, одним дублем снимаю, но не могу перестать. Потому что офигительно просто смотрится. Вот этой штукой я точно не помню. Что это такое? Что за качеля? Кстати, качеля, наверное, и была. Типа аттракциончик такой. Но может и нет. Какая-то, короче, рама стоит на растяжке. Непонятно, я что такое. Вот вам еще маленечко красивостей. Это эти кактусы. Опунцы, по-моему, называются. А может и нет. Может, я вам сейчас вру. Шикарно, да? Ой, как на солнышке они сидят. Вот такая вот поляночка кактусная. Там тоже вон они. Оу-е-е. С палаткой сюда надо. Летом. Лучший видочек. Выходишь только сюда. Красиво. Собачка. Собачка, это чья тут? Не кусайся, плиз. Хорошо. А то я слышу собачку. Здравствуйте. Людей не слышу. Поэтому и страшно стало. Так я просто залезу. Я знаю, что вон там пропинка. Целая дорога там сложена. Кладка такая. Вот, выложено прям булыжниками. Там видно тоже. Колесницы по дикой ездили, как я с лошадкой. Приближаемся мы к новому свету. Что греха таить, вечередь начинает. И все окрашивается в такие уже закатные тона. Красиво. Вот, благополучно переоделся в сухую. Теперь стало гораздо лучше. Спустился. Наконец-таки. Буду ждать автобуса. Вот осталось только до остановочки дойти и все. Судак. Внизу получается даже холоднее, чем на горе. Ветер сильный дает. И он очень холодный. На горе было просто хайфово. Тепло, безветренно, солнышко. А вон деревья распускаются, да? 1 декабря, чего нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, водичка сегодня какая у нас чистейшая. Видно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА